мы находимся в городе ехимки это московская область сразу же замкадом города москвы северного административного округа перед нами дом по улице 9 мая дом номер 8 а вход мы видим в этот дом и слева вывеска зал штанги и слева где нарисован штангист коричневого цвета вход в цокольный этаж сам зал в шаговой доступности здесь есть торговые центры леруа мерлен ашан икея заправка лукойл макдональдс макавто и помимо этого дома есть еще масса жилых строений такой спальный район вход в зал на цокольном этаже время работы зала штанги и домофон привет сашка заходи привет впервые у тебя в зале очень интересно посмотреть посмотришь потрогаешь я расскажу покажу все давай разувайся и заходи за эти жду за все компактно небольшая раздевалка вешалок очень много всем будет хватать в любом случае что радует это и стеклянные двери конечно небольшая фишки его подписи ничего себе владимир сам лично запечатлел автограф у таких известных людей сертификата у сада сертификат участника научно-практической конференции студентов физической культуры совсем другое дело не то что в обычных залах бюджетных дашь у некоторых красиво много кубков медалей о владимир же рекордсмен рекордсмен в старших возрастных группах волки а сколько ты всего рекордов установил ты не считал они все здесь но еще рекорд московской области 2020 года тоже должен быть один вот его должен подготовить и передать и самое главное что в 2018 году стою до 94 категории это были последние соревнования когда были еще старые категории соответственно мои рекорды останутся навсегда правда их никто конечно смотреть не будет но они будут но при желании есть кто-то поинтересует но если очень кто-то да потом были уже в 102 категории и потом были до 96 категории уже в петербурге в марте двадцатого года у меня такие же рекорды московской области вот они а вот он московского а остались мысли на прошлой категории да я в 62 и никто не побил в течение там сколько 12 или 15 лет что и все и сейчас поменяли и считаю я тоже вошел навсегда в списке а приятно ощущать осознавать на где-то там есть да что при желании ведь когда категории остается фамилии меняются и ты как бы стираешься вроде бы раз ты закончил эту эпопею с категории все и на твоей фамилии все закончилось не здорово смотри здесь здесь все серии фотографии фотографии медали медали как гляне все они не только мои как бы да здесь есть ребят которые у нас в зале занимаются их есть медали любительских соревнований ну да турнир и вот да мои медали наверно после при даже нет вообще всего наверно мои медали они вот они расположены да ну часть часть дома еще лежит у меня там часть красивеньких медалей прям я самые красивые медали оставил дома они у меня висят вот и тебе потом если хочешь какие же они тогда ну там раз и там с герклюады очень красивые медали не были такие вот с мастерских турниров очень красивые медали вот а это перед новым годом забрал кубки оставшиеся еще не успел полочку поставить надо полочку поставить а да кстати не хватает конечно не хватает она будет вот там расположена будет большая полка на зеркалом она будет сверху там будет большая полка это будут расположены кубки которые вот будут уже в двадцать первом году а там вот сторон а там надеюсь 23 может быть даже в двадцать пятом но посмотрим время покажет ну да про проведи по залу поют покажи объясни что где ну пойдем покажу здесь значит в этой части у нас три помоста они больше идут для новичков потому что так как у нас но зал специализированный данном помещении не специализированная да есть некоторые моменты в напольном покрытие где она более-менее мягко там то есть керамзин есть местами да и это такое больше для новичков потому что вот здесь больше 50-60 на этом помосте как бы не роняем это вот мне подарил артура был миджидов плакатик этот я к нему ездил зал тренировался вот он мне его подарили его в рамочку поставить уже в наше время как бы да здесь у нас расположены грифы о точно да 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 я видел я на фотографии видел не очень понравился да грифы место для хранения грифов вот это крепление самодельное да или на заказ сделали как бы да а то есть это не в продаже а просто на заказ нет но в продаже есть все в наше время вопрос просто где искать и что хотеть как бы так-то сделать и все что угодно в принципе ну оригинально смотри как на стеночке висит на на стен на крепление уже в принципе достаточно много и сценируется немножко для кроссфита да нет на самом деле нет просто шведская стенка на которой можно делать и подъемы ног потянуться можно то есть что угодно да она изначально у нее изначально по идее мы заказывали что она будет двухметровая но в связи с тем что у нас люди не всегда все понимают как бы и тоже не всегда читают да ее и сделали по высоте на метр девяносто и когда ее привезли устанавливать и вообще она должна была располагаться с этой стороны когда я принести привезли устанавливать она и не метр девяносто и располагается с другой стороны ждали мы ее как бы до мы начали искать место куда поставить не знающие люди предлагали поставите сюда лову зеркала здесь еще не было да но за счет того что она невысокая она съедала бы просто один помост и то есть невозможно было бы работать со штангами было принято решение просто поднять ее наверх и все здорово я думал это придумано специально пришлось придумать специально как бы получилось что вы просто выкрутились но даже надо как правило когда делается зал да и вообще когда происходит какой-либо какая-либо стройка очень часто приходится выкручиваться как-то чтобы получилось просто все достаточно хорошо а кстати расскажи немножко зальто я я живу о нем рассказал немножко что он как является и первым и единственным во всей россии коммерческими ты это подтвердить подтверждаешь ну да во всяком случае интересовался узнал интернете пытался изначально изначально в принципе не так много зала вообще по россии специализирующий исключительно на тяжелой атлетике и еще вдобавок которые не являются при спортшколе как правило это зал и коммерческий по кроссфиту то есть отдельно специализирован зал под тяжелую атлетику таких нет во всяком случае я не видел их ни одного и не слышал даже ни одного при спортшкола да есть как бы их на самом деле даже сейчас не так уж много но они стараются выживают и вроде бы даже получается обороты вот благодаря тому же самому кроссфиту и было принято решение открыть свой зал исключительно специализирующийся на тяжелой атлетике а как ты пришел к этому получается у тебя не было примеров и ты тем более это в москве это же понимать что либо это дело пойдет либо она будет провальным как ты решился на это у меня уже есть опыт открытия залов но они специализируют на кроссфите и соответственно системы там был я была там и тяжелая атлетика плавно зал и переходили в разряды фитнес-клубов ну и соответственно дальше просто становилось всем не интересно вот и я так подумал наработал какую-то небольшую клиентскую базу там из ну человек там 15 до и просто сделали ремонт я сделал ремонт и пришли вот в это помещение был конечно большой вопрос как назвать зал потому что название должно было включать себя и понимание что здесь да все что связано с тяжестью до людям как бы это ну слишком до них это броска нова может быть в какой-то степени они все боятся тем более если назовешь зал тяжелый зал тяжелой атлетики очень мало людей пойдет и я позвонил всем известному славику ригерту говорю славик вот хочу как вот что посоветуешь как назвать зал то и так думаем так думаем горит так как как есть так и назови я рукав зал штанги назови все точно я знал что часть людей конечно это испугает но люди увидев вывеску должны понимать что здесь вообще происходит внизу да и зачем сюда можно прийти назвали зал штанги потом дальше хотели название сразу же поставить фирменное да но фирменное название запрещено ставить законом потому что латинские буквы нельзя использовать они считаются как товарный знак то есть и прежде всего нужно за патентовать товарный знак там режим патента там он тоже очень долгий немного сложный и когда у тебя идет кипит стройка тебе как бы некогда заниматься этой частью мы сделали вывеску зал штанги ставили немножко место под тюрликинг и все поставили вывеску и начали дальше продолжать заниматься ремонтом в дальнейшем естественно мы запатентуем это имя и так далее вот примерно как-то образно так а кстати расскажи по поводу название штанги мы с тобой же говорили на эту тему очень хорошо до переводится как серьезный подъем вот ну и атлетическое сообщество соответственно но естественно сюр как суржиков да да можно да я не спорю то есть очень гармонично до получилась да мы как бы думали на самом деле долго довольно таки как обозвать еще и вот она совмещает вроде бы частичку меня и как бы зал подъем штанга серьезных как бы серьезно отношение людей к подъемам я предлагаю сейчас я переоденусь потихоньку начнут тренироваться и заодно покажу вам раздевалки и что у нас есть еще в зале здесь у нас раздевалки здесь у нас есть так скажем комната взвешивания весы здесь езда который в принципе хороший правильный вес до фирме есть женская раздевалка есть мужская раздевалка очень даже это сразу понятно становится да какая девушка сейчас нет я могу показать просто что у нас есть шкафчиков да соответственно я атлетам которые тренируются разрешают штангетки ставить наверх до шкафчики у нас отдаются под аренду внизу складываются ящички там на входе кстати может быть обратил ящички ставится обувь и задвигается вниз нижняя те под сумки все душевая две душевые да то есть принципе комфортные и удобные чтобы это все не за него да ну и соответственно туалет и соответственно аналогичным способом сделано мужская раздевалка мужская раздевалка немножко больше здесь уже десять шкафчиков да и душевые душевые туалет ну да очень симпатично все лаконично комфортно уютно и стильно я бы сказал ну у тебя очень выдержанная цветовая гамма еще немножко конечно здесь бы что-то доделать но пока это все в процессе я пока думаю как это что доработать и так далее вот а давай ты пока переодевайся а я в зале сейчас проблем конечно сейчас меня заинтересовали кое-какие вещи поснимаю сейчас а ну давайте давайте сначала спрошу этикет штангиста там да или называется плакатик а кто откуда ты его взял ты сам обрестили вести лет один из производительного оборудования что это кода просто из сайта взял даже не сайта у них были такие плакаты они где-то раздавали не помню где а это было на кроссфит соревнованиях я сейчас даже какие большой кубок который последний был где в т.б. арена там был большой кубок и там юстила были был свой стенд на которых они продавали оборудование показывали рассказывали и так далее да и на этом стенде вот у ребят лежали вот такие вот буклетики и я взял себе парочку такие ну да очень очень так это правильно для любого зала кстати оптимально надевать тяжелые диски допустимо тяжелые диски внутрь плохо собирать вес мелкими дисками плохо чередовать диски разного диаметра и недопустимо диски 5 килограмм меньше одевать технические диски пружинными с пружинными замками бросать и недопустимо пустой гриф и самое главное что это все в нашем зале есть есть и технические диски и мы благодаря тому что у нас есть во владимире производства дисков и оборудования да мы у них заказывали диски вот заказывали диски по два с половиной килограмма большие все остальное оборудование мы покупали его в айтала экшена вред скили вот она мне показалось самым оптимальным по качеству но есть кое-какие тренажер чеки да да конечно это тренажер был специально разработан для нашего зала в принципе они вообще наверное есть где-то как-то да в россии даже возможно но я не видел я слышал только о том что они по идее существуют и может быть видео на пару роликов да это обычный блочный тренажер да так как они стоят друг напротив друга это обычный кроссовер получается ну да с регулировкой по высоте да идет у нас и самая важная фишка в связи с тем что у нас зал тяжелоатлетический да и у нас есть тяжелоатлетическое оборудование соответственно это диски для штанги вот принято решение сделать его не блочным а именно под диски то есть мы надеваем сюда диски с одной и с другой стороны и работаем естественно были доработаны пружины здесь его очень долго делали на самом деле прям очень долго компания 1 не буду озвучивать ее какая как бы да вообще в стройке люди открываются совсем с других сторон абсолютно то есть вроде бы ты с ними общаешься вроде бы ты их видишь вроде бы заключаешь даже договор и как только ты переводишь деньги ты уже переходишь в режим ожидания и ты ждешь когда а может быть а еще что-то и на протяжении вот всей этой стройке очень много людей показали себя не с лучшей стороны то есть вот этот тренажер пример он был заказан в одном исполнении до его начали изготавливать в другом исполнении фотографии слали третьем исполнении до в итоге приехал он кое-как зверхом пополам приехал он был недоработанный мне пришлось его самому доделывать то есть дорабатывает и так на всем на стойках на рама на всем на всем везде по чуть-чуть приходится немного входить и понимать что делать нужно и как оно должно быть то есть контролировать полностью весь процесс частью металл пока что на заводы нам не надо ездить контролирует как металл отливают хотя бы есть нормальный примерно как-то так а вот не заинтересовал вот что устройство так это рокер называется то есть ну коромыслов переводе да то есть это больше для стабильности то есть по краям одеваются с помощью примеру мы возьмем да с помощью таких ремней одеваются диски регулировать можно в зависимости от задач и целей да то есть у меня есть на самом деле и в инстаграме описание упражнений которые можно с ними использовать самое примитивное упражнение это взять примеру жим из-за головы широким хватом да то есть мы берем просто цепляем я сейчас покажу муж как раз я могу качаться сейчас секундочку вот еще один тренажер это что лыжи я не готов продемонстрировать все тренажеры не работает ну пускай но вот этот этот для для чего на ноги а вот написано sky машин обычные лыжи просто есть они туров они более высокого качества такие дорогие которые можно там именно на соревнованиях участвует так как у меня зал не специализируется на кроссфите до соответственно поэтому ну классом немножко ниже не естественно то есть если мы берем кроссфит залы и там дополнением служит уголок до тяжелоатлетики здесь наоборот да зал тяжелоатлетики и что-то можно занимающимися в кроссфиту прийти поддержать себя в определенной форме и просто поработать либо обучение новичков каким-то базовым знанием в основном на этом мы и делаем акцент а как долго существует этот зал уже год о серьезные испытания ну и какие выводы первый год позади ну какие выводы люди либо может быть я сказал даже так район не особо спортивный но я посмотрел это же спальный район здесь одни высотные дома ну дома то может быть и высотные да но они не не спортивные да не спортивный да ну вот мы подготовили да вот он наш рокер то есть можно делать уже можно делать ширина можно начать даже мы но естественно высоту мы здесь тоже можем отрегулировать вы же ниже да то есть соответственно идет баланс у нас в первую очередь мы балансируем так как это даже не штанга да это свободный вес который болтается то есть база вообще базовые упражнения можно делать и бицепс до 30 все что угодно но основное что я бывает очень часто даю до обычный жир из-за головы можно попробовать это то же самое что наверное взять швабру привязать дней 5 литровые поклажки и попробовать пожать из-за головы это будет совсем не то что если вы пожмете штангу из-за головы то есть ну вот вы просто по идее просто жмете да вроде бы ничего существенного да но если мы начнем приседать она все будет нас болтать влево-вправо новичкам это очень удобно упражнение давай чтобы они почувствовали где у них но для баланса для координации есть баланс да 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 все а почему он плоского удобно так держать в руках вот это кроме за это же это же на самом деле это наверное то где можно придумывать упражнения какие угодно то есть здесь зависит от задач до обучаемого плюс от фантазии наверно тренера вот и все на самом деле такой потихоньку дальше бы разминаться ну да давай потому что разминка с каждым годом наверно разминка становится все более специфичнее и специфичнее если раньше что ты имеешь ввиду более детальнее ну конечно более тяжелоатлетики как я рассказывал на своем на каких семинарах что в тяжело третье нет какой-то стандартное определенные разлютки и не существует каждый ответ разминается так как он считает нужным он считает нужным примеру размере больше уделить времени коленостопа дал он уделяет больше времени голеностоп другое считает что нужно больше плечам уделить внимание, он разминает лучше плечи да, 3-я там считает, что вот так вот он повертел, покрутил он попрыгал, он все, он готов а раньше я, к примеру, вообще не разминался я брал гриф и сразу начала работать 23, 40, 50, 67, все работаем все как бы сейчас уже не могу себе этого позволить в 34 уже начинаешь немножко ощущать другие там какие-то спазмы там неудобства, дискомфорт и так далее. О, Володь, кстати расскажи, ты же действующий спортсмен, тренер, ты же выступаешь не только среди взрослых, но и в старших возрастных группах, на очень многих турнирах и в старших возрастных группах, да не, и в старших ну да, я выступал на очень многих турнирах ты расскажи о своих регалиях может быть, тебя многие видят на соревнованиях, но не все знают кто-то есть в полном таком масштабном как спортсмен сложно сказать потому что вообще не привыкать себе что-то рассказал вот я тебе прошу расскажи среди мужчин соревнования среди мужчин какие-то титулы максимальный завоевывал там на россии на россии так скажем но последнее время там это были восьмые места шестые седьмые то есть в тройку не входил не входил с каждым годом ты стараешься уже сейчас я это понимаю остаться хотя бы на том что было в прошлом году не то что там добавить увеличить да хотя бы просто осталось чтобы то что было плюс смена категорий да то есть я раньше выступал в 94 категории и мне было комфортно потому что как известно если миссису не весил сколько вот как известно что если ты выступаешь в одной категории пример это 94 да я должен весить ну килограммчиков 97 97 98 это будет прям комфортно 4 килограммчика до соревнований немножко подсогнал водичку под слил и выступаешь 94 очень хорошо у меня заходил до затем я выступал когда появилась 96 категория да я выступал 96 категории но к сожалению получалось так что я их 102 выступал 96 700 навесишь и в со вторую паша да то есть не прям что там с каким-то запас но получается так что очень сложно выступать в 96 категории когда твой максимальный вес нам 97 то есть но слишком маленький запас и ты даже путем того что ты не гоняешь вес до сам по себе ты горишь у нервы стресс да и так далее и на соревнованиях ты просто взвешиваешься там весишь 95 а это как тебе известно и как многим я думаю известно это ну не до веса так скажем на 96 категории в принципе то есть да в идеале нужно весить 95 900 а лучше вообще 96 это будет самое оптимальное и спустя где-то наверное но два года уже дополнить и категории спустя вот как раз два года до было принято решение с моим тренером я ему так скажем уговорил чтобы выступая 89 категории то есть потому что я вешал 95 94 95 да и вот как раз вот в эту пандемию которая была да я сам себе до установку у меня организм частью послушный я ему дал установку что нужно выступать 89 категории и он не набирал больше вес неважно сколько бы я не ел вот он набирает 94 93 я вешу и потом буду гонять до 89 вот соответственно 89 лучшее пока что это то что было это вот ну всевозможные все российские турниры вот на россии я выступал 89 было неудачно это было две баранки и в рывке и в толчке по моему из ничего себе меня папа как удели только или только в рывке я не помню на самом деле к сожалению или часть я не запоминаю свои соревнования они только запоминаются медалями либо грамотами и все частью без трав причина да сложно сказать причину вообще очень сложно то есть вроде бы тренировочный процесс всем же известно что тренировочный процесс это одно дело до соревновательные процессы совсем другое то есть вроде бы соревнований достаточно и опыта уже достаточно да но что-то пошло не так вот то есть там на разминке мы рвем там 125 до на по это образное говоря не помню точной цифры сейчас до на помост выходе мы не рвем там те же самые 130 нет я по моему заборонил в толчке в рывке помпорвал авточки заборонил да я еще выступал в советском трико вот ну как я выступаю на мастерах у меня на старших я спросил они мне сказали что да можно да разрешают вот у меня штангетки у меня всего за всю жизнь было три пары штангеток у меня были одни мастерки в которых я занимался у меня даже они до сих пор написано 160 200 или 205 по моему что-то такое это мне самый первый тренер вот потом мне были рибаки когда только они начали продаваться в магазина да и потом естественно я перешел на ромалеус 2 который до сих пор это не но давай объясним нет для непосвященных кто не бывает на этих или не видит эти соревнования объясним что это за такая спортивная одежда которая была раньше там 80-х 70 давай тебе покажут даже наверху у нас есть завалить фотографии но это так называемые маркетами да почти всеми атлетами подписаны есть несколько человек точно подписал это вот на алексеев василий алексеев да это такое трико она очень открытая очень открытая да и получается что нет штанов они идут до это все литой костюм полно сюда сшитый и они он идет хлопковый да то есть он если он растянется то он растянется и получается что внизу у них не только лена идут как сейчас это принято во всех борцов когда а четко да даже выше выше середины бедра он бог буквально зависимости наверное от веса и от роста я думаю до середины бедра как раз и как бы сложность в нем я вот когда выступал до сложность днем как раз вот в этом моменте подрыва то есть моменте подрыва который идет у нас в толчке он у нас идет как правило у всех на середине бедра и здесь как раз заканчивается трико а когда ты после рывка но еще под задерется немножко у тебя да и соответственно вот эта часть она остается открытая раньше на советских соревнованиях эту часть сюда мазали вазелином штанга скользила но это запрещено и соответственно очень все просто бремя ногу в этой части бремя ногу если раньше я помню когда занимался еще мы больше конечно но подъемы были у нас гораздо больше было подъемов производительность гораздо было больше у нас просто автоматически здесь не было волос они просто здесь и достирать то сейчас как бы волосы здесь есть и получается чтобы не цеплять и не дергать луковицы я их просто сбриваю вот здесь чтобы это было гладко и чисто и все всем конечно смешно но мне удобно и и если опуститься еще ниже там у тебя обычные обычные красно-белые до до мастерки так называемые мастерки да и чего еще те самые старые 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 при старые которые были полностью в коже у которых они даже пахнут до сих пор если вот так взять то они не пахнут ничем кроме кожи не полностью кожаные они как правило здесь все разрывались потому что стопа широкая и вот этой части они разрывались но у меня и даже эти еще не зашиты нормальные то есть у меня были когда-то когда ты приходишь зал как правило тебя нет никакой обуви а то есть и поэтому я даже сейчас советую людям у которых нет штанге тогда они не могут себе купить их купить возьмите просто туфли обычные кожные туфли я не знаю но ты сам видел за что многие для х раньше занимались часа так как бы фи но по факту в лыжных ботинках ну да учить опоры я как бы из с юга так скажем я из новочеркасска из ростовской области у нас нет зимних видов спорта у нас только вот буквально лет 5-6 назад пошли только открылся первый там дворец зимних видов вот а так не было поэтому нас лыжных ботинок не было но это лыжные ботинки ушел и ушли как бы в небытие потому что сейчас вот этот новый современный вариант где ты просто вставляешь ну и к какого-то совсем другие да как горные у тебя голеностолк неподвижно а раньше раньше были с таким зажимом ские похожи штангетки с таким зажимом и площадь такая у них еще носок да было так вот еще я увидел виктор кузнецова вот такая же борцовка да да вот у меня окинку лежит день у меня есть герб только у меня герб к белый мы его заказывали у меня вот еще у моего воспитанника сейчас я вам покажу где то на вот он ты играть и вот он ты ну да вот это я вас виктором как бы да вот ты поднимаешь в этом треку да есть и так что увидел покажу вот он стоит он тоже вот в этом треку подражает мне так скажем тоже красный у вас есть кстати надо сказать что вы теперь на всех своих соревнованиях вот с таким флагом приезжаете да конечно на пьедестале фотографирует да 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 таким образом показываете принадлежность своему вот к этому зал да 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 именно так но молодцы и я хочу отметить что ваш зал есть вид в поисковик очень легко ищется поисковиком он есть на яндекс карте в навиганторе есть достаточно просто написать зал штанги и он предлагает там два варианта да и самый верхний это город химки проходя по ссылочке мы видим контакты можно посмотреть фотографии и есть даже у вас свой сайт да сейчас это не то что даже это необходимость ну можно назвать даже каким-то ноу-хау это то что необходимо это необходимость коммерческой вот этой структуры потому что когда ты когда ты завязан на деньгах ты заинтересован буквально в таком взаимодействии чтобы тебя можно было легко найти и получить всю возможную информацию об этом заведении и вот вы правильно тоже то что ты сделал вот это все и это очень хорошо для того чтобы не знающему человеку который живет здесь очень просто дома пройти полюбопытствовать и на сайте указаны все цены за разные и цены и расписание и ты что за тренерский состав в зале то есть да это все есть у нас и очень гибкая система скидок за разное количество до тренировок количество блоков да они привязаны ко дням то есть если человек знает что он будет ходить знает что он будет ходить постоянно да то там ценник один если человек не очень уверен своих силах или плана или он куда-то уезжает либо еще что-то да то будет можете чуть другой блок он будет чуть-чуть дороже да незначительно на самом деле но у него как бы будет ценник другой и по времени они также будут по-другому работать а как у тебя был из пандемии раз ты уже год этот зал существует были проблемы в прошлом году я тренировался ну ты-то да я имею ввиду сам зал существовал вы смогли выйти из этого положения мы сумели выйти достойно из этого пола аренду там мы убрали снизил с арендой были проблемы потому что чем на нет среды было все нормально мы старались тренироваться на улице у нас есть тут площадки баскетбольные есть у нас есть крыша рядышком да мы попросили разрешение разрешено вы тренировались на улице на крыше выносили проводить так скажем аутдор тренировки выносили оборудование на улицу и тренировались на улице а просто летом не практикуете практикуем да особенно занятия по кроссфиту у нас проходят именно на улице то есть да у нас есть за специализируется на тяжелоатлетики но у нас также есть группы по кроссфиту по нужно так скажем это очень смежные виды спорта да то есть понятно что тяжелая плитка без просит а может существовать вполне да но только благодаря кроссфиту то что вас было у нас на протяжении вот этих трех лет вот этот бум по кроссфиту поднял тяжелую атлетику как того что сейчас есть люди многие знают штанга чтобы тяжело атлетико да и если мы посмотрим на протоколы соревнований любительские либо мать по мастера очень много атлетов которые непосредственно пришли из кроссфита и тренируются именно тяжелоатлетики и кстати хорошо что зал называется что сюда когда человек видит что написано зал тяжелоатлетики а он пару лифтер или кроссфита да я не пойду то только штангу поднимают а когда зал штанги он понимает что я пойду и даже не болевом штанга для себя что-нибудь я все равно получу да смогу есть и троебори поделать и кроссфит а прозрачные штучки на стенах это для того чтобы не пачкались для того чтобы другая кучей того когда происходят неудачные подъемы они не били сразу стену но это обычный урок силу раненда мы хотим чтобы я хочу чтобы этот зал вот как он был при открытии такой чистый хороший чтобы он был всегда на протяжении всего времени чистый хороший чтобы людям было приятно сюда приходить ну да если год он уже существует то я могу сказать что он действительно такой вот как новенький выглядит надеюсь что так и будет чистый апрел но у вас даже есть свои атрибутика до носки шарки это не наши шапки до майки тоже наши до маячки я уже снял до носки это вот а можно можно желающему просто заказать можно они у них можно заказать и у ребят они сильно выстрелили 7 нет они невысокие доходы обычные откидки нельзя одевать да тоже мы просили очень много чтобы сделали как гетры но как гетры пока что увы не делают и современного тут все не просто монитор видеонаблюдение ну и видеонаблюдение есть у нас конечно естественно и на входе есть и внутри есть у нас по предписанию распотребнадзора даже лампа и ничего себе а я думал это просто освещение нет не просто ну да тут тут прям придраться не к чему я даже вот обратил внимание кондиционеры и до кондиционер есть они даже разрешены в черный цвет оболна так так и так и не заметишь вот так вот если не обращать внимание просто да я там здесь вполне очень даже комфортно зимой тоже комфортно мы даже отопление не включая потому что ну здесь принципе сейчас то есть нет отопления здесь отопление не работает он ничего себе да а если ты начинаешь тренироваться даже приходится и окна да сегодня сейчас я ехал минус 7 было сейчас вполне тепло а летом вполне но не то чтобы прохладно мы включаем кондиционеры летом естественно да иногда даже я одно время когда ну вот весной ранее когда уже было в принципе тепло да я прям открывал дверь на вход прям туда и прям такой сквознячок такой проходил прям было очень приятно а звуки или вот тут эту часть суета нет я виду не не привлекал людей никто не приходил не гулять эту нет 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 такого нет частью все хорошо пандемию когда я тренировался получалось что однажды приезжали ко мне вот полицейские но они увидели что я тренирую здесь не какой-то там так скажем бордель да либо еще что-то говорю я вот тренируюсь у нас как бы соревнований не как бы ну необходимо не горят просто немножко тише и в последующем я просто решил что если будет какая-либо подобная ситуация просто приобрету подушку специально на пол и просто на них будем работать и все а это касается чего какого времени мы если вдруг пример кто пожарится что за не знаю жильцы может быть либо еще между нами за нами же долги но через этаж вот но разные люди бывают пандемии все сидят и слушают что происходит вообще как бы никто не работает все сидят ну да 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 ну вот поэтому было примерно как-то так а кондиционирование здесь было или это ваша инициатива поставить кондиционеры были здесь уже это все здесь было к счастью а так все остальное до стенки пол сегодня очень легкая тренировка потому что завтра начинаются тренировки нормальные такие после новогодние поэтому даже с тренером образно даже особо сейчас и не решает как какие процентовки и так далее потому что просто по самочувствию также как я ребятам пишу план я вам обозначаю примерно что мы должны сделать да и тоже не работаем не будет ли процента по самочувствию сейчас выходные все как бы хотят кайфануть отдохнуть когда так скажем хорошо если пришли будут будет проще и входить в режим а планы какие-то тебе смысле ну ближайшие старты какие-нибудь соревнования очень непонятно все с календарем ну непонятно где там онлайн будет где реальные будут то есть до старты и так далее то есть как я слышал не точно но как я слышал феврале на февраль переносили железную лигу для возможно выступил бы на железной лиге сейчас будет кубок россии я к нему не готовлюсь у меня как-то что-то его поездил сколько внутри года наверное я поездил по кубкам по именно чемпионатом россии да как бы но не очень интересно потому что я приезжаю туда да а выступают ребята там 22 года 23 года но 10 лет разницы все равно как бы играют роль все такие в подготовке и восстановлении естественно в подъема да как бы плюс я не могу успеть так быстро восстановиться поэтому приходится как-то смотреть по самочувствию ей желание азарт какой-то съездить куда-то да то есть поехали вот мы ездили на дальний восток на всероссийский турнир там вот выступали с ребятами интересно было поездка там летели на самолете 9 часов с ума сойти плюс после перелета вот эта адаптация тоже новое ощущение это наверно самое дальнее куда я летал в принципе я не вы не выезжал никуда ну там на международный старт чисто по россии ну на дальний восток вот мы в арсении плетали хамачу ракал хамачу романом выступать было очень интересно да просто даже новое место просто походить погулять посмотреть что как в калининград вылетали я знаю на интернет что он градом и летали да вот в этом году тоже планировали но из-за пандемии все подменяли и поэтому мы полетели на дальний восток потому что у них там остался все российский турнир вот сейчас очень хорошо в туле хорошие соревнования прямо сейчас покажу медальку серебряный гриф это не это бронзовая медаль это юля одна из отлеток у меня выступает да не на я хочу просто показать а вот она висит она тусе а вы золотая еще покажу обратную сторону обратная сторона медали конечно же вся в зале но с другой стороны саму видать можно показать их не логотип в тату на призы серёгина и я еще что хочу сказать вот про эту ленточку она из какого-то очень до плотный и какой-то мягкий материал очень необычный если сравнить с остальными к стандартами которые мы сейчас вешают на медальке и тут прямо видно что вы какая-то такая видно что вот этот материал такой очень такой серьезный качестве до красивая медалька волокна мы не договорили другие какие у тебя достижения вот в старших возрастных группах ты сколько кратный чемпион много раз я был я вот наверное восемнадцатый вижу какой-то вот наверно с восемнадцатого я начал выступать вот восемнадцать девятнадцать двадцать три года ну да если вот это все твои рекорды это получается у нас чемпионат 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 да еще какой-то кубок был вот он 12 до 12 рекордов россии старших возрастных групп ну блин это ну да рекорды россии согласен да ну они рекорды ведут ведется таблица ну да но там нужно выступить я слышал есть какие-то медали почетные или непочетные что-то там такое а это надо в течение десяти лет но да там ну надо дотерпеть как бы дожать надо вот надо быть абсолютный вот есть у нас за абсолютный первенство вот у меня есть кубки однажды кубок я отдал в целую виктору это прямо вот отдал не проиграла вот отдал у меня был последний подход мы с этим с тобой тогда выступали ты меня выводил когда мы с тобой просчитались но у меня здесь его нет этого кубка вот нету девятнадцатого года нету его просто он у мы увидите вот где-то стоит там наверное интересно будешь убить к показал его а вот еще есть смотрите здесь можно даже посмотреть разницу прям как она все проходит восемнадцатый год абсолютно победили старших возрастных групп вот он восемнадцатый год девятнадцатого года нет вот двадцатый год вот не даст и год он был в туле как я понимаю ему виктору там проиграли проиграли каким образом у меня оставался еще один подход я от него отказался а виктор пошел не отказался от своего подхода пошел и сделал его и тем самым просто взял вот так и забрал у меня и все я остался без кубка я виктору пожал руку сказал еще с тобой встретимся и мы с ним на каждый сад встречаемся и рубимся в абсолютке в 30 плюс до виктор выросов до фамилия да он конечно супер тяшу громадина штатный такой парень а красивый такой весь но вы но вы словесно друг с другом в этот схлёстываетесь я обратил внимание ради задора никакой злости нет да 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 все по-доброму вот этой фотографии где мы с ним в петербурге выступали и в питере я его вот мы а да вот два мы берем да и мы прям получается была ситуация какая у нас вас вообще есть петербурга мы всегда убегаем бегом и всегда опаздывают он на электричку но но еще на что-то постоянно и получается что у нас поезд и мы не успеваем мы не идем какими-то большими весами вот здесь можно даже посмотреть а тогда установил рекорд получается я у нас тут питерский вот он 174 толчок я сделал я не помню я либо один сделал либо два подхода и все нам этой суммы в принципе хватило чтобы забрать абсолютку виктор пошел дальше он пошел там ну больше не помню может быть 180 он пошел или что-то такой да и выходя на помост это он мне рассказывал я стою сбоку получается от помоста ну почти в разминочной зоне так подальше и выходит на помост у него взятие такое не самое лучшее я говорю такой да чё там не сделает он эти 108 даже на грудь не возьмет и как он не рассказал он услышал это его еще это больше зазлило и он взял и толкнул этот вес понятно да ему не хватило в этот раз но его это разозлило это вот такая мотивация после чего после того подхода он подошел пожалуй обнял сказал если бы не ты меня разозлил бы я бы не сделал эти 180 и вот этот вот задор он должен присутствовать это очень классно очень интересно об этом говорил даже дима клоков в своих передачах что почему-то во всех единоборствах друг друга как-то задирают есть вот это вот хайп медийность там да у нас этого нет хотя на самом деле мы когда приезжаем на соревнования мы все знаем уже изначально кто у нас будет соперник да и мы знаем и всех в лицо мы не знаем как они готовятся мы не знаем какого они состояния то есть мы не знаем травмы не травмы но мы знаем как они выступают и тем самым мы уже примерно понимаем кто наш соперник по спискам которые высвечивали кто на что способен в как разница да и кто может удивить а кто вряд ли иногда приезжаешь там заявлены веса мелкие да как бы ты выходишь а там вообще веса нереально уже стоят очень интересно да в этом плане еще хочу за дополнить по поводу соревнований в старших возрастных группах что вот как раз ты за заикнулся на эту тему про 10 лет те кто участвует в течение 10 лет неважно подряд или просто там ты ты уже пенсионер выигрывают нет нет просто ты участвовал соревнованиях ты есть протоколах ты можешь там быть тебе уже 70 лет но ты из 30 до 70 лет в течение 40 лет хотя ты должен да в течение 10 лет появится в этих протоколах и если ты там был в протоколах я имею ввиду участвовал соревнований кто тебе дается медаль именная медаль да ну не там были нет там была разность были значки но значки были чемпионом если ты выигрывал как я понял может быть я что-то не понял насчет медали не скажу не знаю медаль это эта медаль потому что потому что я раньше тоже называл значки и да у меня есть значки и в мире и россии это медаль да очень круто именно надо дождаться и она такая серебряного цвета может быть она даже есть части серебряный сделано из серебра и в такой коробочке да да футляре вот очень классно так что есть за что ну хоть ты можешь быть не чемпион не призер а просто участник хотя бы потому что у нас это движение развивается если взять пример десятые годы где есть посмотреть по протоколам есть некоторые категории где всего лишь там 123 участника то есть ты просто тупо ездишь не готовишься ездишь приезжаешь на соревнования может просто с улицы человека взять и он мог попасть призы и всем потом рассказывать я стал призером до россии в старших возрастных группах то сейчас с каждым годом количество участников увеличивается вот когда я пришел в среднем посещаемость была соревнований где-то 140 человек то сейчас за 300 перевалило естественно в некоторых категориях благодаря залам и тренерам да примеру да я на соревнования вывожу по 7 по 8 человек по 11 человек его же на соревнования в отличие там от каких-то других школ почему потому что но наверное если мы возьмем школы именно муниципальные да многие отказываются тренировать людей кому там даже за 25 за 28 просто кому 18 плюс потому что тренера которые там работают да они получают за людей непосредственно которые выполняют разряды а чтобы человек выполнил какой-то разряд на это нужно ну время потратить много мало одаренных прям таких людей да соответственно если человек пришел 18 примеру ему лет да то есть но годик ты ему на него потрать минимум точно да соответственно год он у тебя вообще может быть даже никак нигде не числится да и ты за него может быть даже зарплату не получаешь да а благодаря коммерческим залом да то есть люди да они тратят деньги но они получают взамен они выезжают на соревнования когда они участвуют на соревнования да и к ним нужен совсем другой подход на свои семинары также говорю о том что ребят как бы все очень классно но тренировки спортивных школах и тренировки взрослых людей они отличаются потому что разное восстановление разные не то что даже ошибки разная интерпретация должна быть того или иного упражнений по разному нужно объяснять им да то есть там разные элементы там у них присутствие первых тренировках элементы упражнений да а во вторых у них разная мобильность они по-разному восстанавливается все очень прям ну очень разное и поэтому как бы я считаю что должны быть залы которые люди могут взрослые прийти и позаниматься и тем более если они хотят научиться тем более научиться у меня ребята я когда работал в одном из клубов мы только на тебе только начал работать на только-только начали ребята приходить вот они в ноябре пришли начали заниматься а феврале мы поехали уже на соревнования с ними на россию по ветеранам и они там позанимали места да там то-то третье там кто-то второе то есть даже кто-то там первое да но они попробовали себя они не испугались хотя очень много было разговоров и что же там буду делать а как же так все очень просто не доверились мне мы поехали я их вывел я их подвел как бы все было очень хорошо то есть естественно они где-то попробовали в начале на обычных стартах на какие-то любительские попробовали пощупали то есть должно быть по кайфу они должны загореться они сразу приехали о и испугаться а потом уже на более такие серьезные старты приехали они уже уверенно не различали во всяком случае что-то рывок и что-то вы толчок как минимум но я дополню информацию скажу что если например сейчас кто-то захочет участвовать например соревнованиях московской области москвы то он может туда попасть только сложно теперь да он может попасть только в том случае если он вы может выполнить квалификационный норматив помимо квалификационных нормативов также я теперь тебя добавлю для того чтобы он участвовал соревнованиях ему необходимо а быть причастным клубу в котором он занимается б ему необходимо сдать на федерации тяжелой атлетики сдать ему экзамены необходимо для того чтобы он мог участвовать каких-то соревнованиях потому что просто приехать на область просто выступить я вот не вижу смысла если выступать то ты должен быть подготовлен к тому что ты в следующий раз можешь поехать на всероссийский турнир уже на какой-то то есть и должно давать себе отчет что а я здесь выступила меня могут пригласить выступить за команду поехать на какой-то всероссийский турнир на те же самые купола в Тулу, то есть там, там сейчас очень много, в Красноярске, я видел, сейчас будут соревнования, то есть там достаточно много возможностей и вариантов, как бы, да. Понятно, что да, естественно, есть еще и квалификационный норматив, он должен проходить, он должен начать минимум, там, да, от второго взрослого, по-моему, было. Первый, на области первой взрослой, да. На московской области, то есть, да. Ну вот я тогда продолжу. Это, что касается вот таких, ну, региональных, или как это называется, соревнований. А вот что касается ветеранского движения, то на соревнования может приехать любой желающий, любой новичок, никто ни по каким критериям его отделять не будет. Единственное, чтобы он умел хотя бы просто выполнять рывок или толчок. Чтобы он понимал, что это такое толчок. Да. И единственное ограничение, которое может возникнуть, это если он займет призовое место, войдет, ну, будет мало участников, три, например, всего, и он каким-нибудь смешным результатом, он, получается, попадает в призеры. Единственное, в ветеранском движении тоже есть квалификационный норматив, но он только служит ограничением для того, чтобы, например, не при завоевании призового места ему не будет выдана медаль. Потому что он, грубо говоря, пришел с улицы, да, вот если приведем, вот твой пример, да, в декабре он пришел, в феврале поехал на ветеранов, например, и с каким-нибудь юношеским разрядом смешным, ему, он, естественно, не выполняет квалификационный норматив, ему не дадут медаль, дадут только диплом. Но таких случаев было очень редко, потому что медаль... Я даже не видел ни разу, вот сколько я выступаю, ни разу не видел. Ну да, я с Алексеем Безбородовым разговаривал, мы раньше подавали специально такие списки, когда вот идет представление о награждении участников, мы всегда говорили, те, кто являются организаторами соревнований, всегда говорили, этот не выполнил, этот не выполнил. Но Алексей Безбородов, он всегда... У нас же нет предварительной регистрации, четкой, как вот, допустим, на российских, например, обычных соревнованиях. И всегда мы дали готовиться к запасам. И Алексей Безбородов, уже зная по электронной предварительной регистрации, которая у нас ведется, он всегда, например, знает, сколько у него медалей есть, и готов ли он вот таких вот людей... Медаллировать. Ну да, медаллировать. И всегда получалось, что на последних соревнованиях мы всегда всех награждаем. То есть, вроде бы, как правило, и есть, но оно не придерживается во благо спортсменов, потому что есть такая возможность, медалей много. Достаточно. Да, достаточно. На каждую категорию по три медаля. Да. Мне нравится, как продумано здесь каждую мелочь у Владимира. Тут тебе и щеточка, чтобы почистить гриф штанги, магнезия есть. Есть массажер. Вот такой вот массажер. Хорошего качества, не из дешевых. Не в каждом зале можно найти и щетку, и массажер. Кольца есть, он еще видел. Где? Вот же кольца еще висят. Кольца есть. Мы просто аккуратно убрали. Кольца есть, канат есть. Да, канат я видел. Канат можно вон туда даже вешать, на самый верх. Володь, а расскажи, многие, знаешь, когда понимают, что зал на коммерческой основе, ну, посещение зала, ну, зная тебя, могут побояться или постесняться приехать к тебе? Вот штангист, если возьмут. Ну, побояться они могут все, что угодно. Вопрос просто в том, что... Я примерно понял, о чем ты спрашиваешь. Штанги, сможет приехать к тебе? Конечно, если у человека есть, то мастер спорта, он мастером спорта является, да, то, естественно, он может позвонить заранее, да, и сказать, Брик, Володь, так и так, вот я там буду в этом там районе, да, образно, буду ехать там, могу ли я заехать там, ну, позаниматься там, будет ли такая возможность. Мы договоримся просто о времени, он может без проблем приехать и заниматься. Просто существует разница заехать раз или ездить постоянно, да, то есть здесь уже, естественно, зависит от власти человека, да. А так, вспомню сам, у нас раньше даже, вплоть до того, что раньше, в принципе, мастер спорта было средним, а последним образованием считалось, если бы мастер спорта, да, и меня приучили так, что если я являюсь мастером спорта, я могу в любой зал тяжелой атлетики прийти и позаниматься. Это, я не знаю, во всех ли видах спорта, но вот в тяжелой атлетике было так. Я могу прийти и позаниматься. И все. А, кстати, я перебью, Володь, я сейчас читал, вот решил почитать устав Федерации тяжелой атлетики России, и там, кстати, одна есть из статей, где сказано, что Федерация тяжелой атлетики России должна предоставлять площадь, в своей площади, где она имеет либо там аренду, либо в своей собственности, она должна предоставлять члену Федерации, то есть любому, тебе, мне, свое помещение. Ну, они же могут сейчас, у нас такое общество, они могут трактовать член Федерации по-разному, они могут трактовать член Федерации, это тот, который платит, например, там, взносы какие-либо, потому что я слышал, что у Федерации Москвы есть взносы, к примеру. Это и, да, если ты хочешь быть, да, член Федерации. Вот, вот, может быть, такие члены могут, а обычные спортсмены нет. Тем более там, там, какого-нибудь ты там мохнатого года, как бы, да, там, мастер спорта, ты Советского Союза, там, когда-то ты там его поднимал, да. Да кто там будет вообще там смотреть, копаться? Это слишком бюрократическое. То есть, достаточно просто прийти, либо там найти, либо как-то связаться с тренером, который находится в этом зале, может быть, там он старше, либо он там какое-то влияние имеет, да, с ним договориться, сказать, там, вот, я хотел бы, вот у меня были, вот у меня была история как раз, да, вот у меня были, была поездка как-то, не помню в каком году, была поездка у меня в Ригу, я собирался ехать в Ригу, в Ригу на Новый год, это был, по-моему, как раз девятнадцатый год, в прошлом году, получается, да, там можно даже в Инстаграме где-то посмотреть, я собирался ехать в Ригу, и получается, что я стал, а у нас был Кубок России, Кубок России, что-то в феврале у нас, там, январь, начало февраля, там, образно, да, в феврале даже, и, то есть, у меня была прям декабрь, январь, это вот прям подготовка, прям такая нормальная уже идет, да, и получается, что мне нужен зал в Риге, да, неважно, ты знаешь, сам спорт, не спорт, как бы праздников не существует, как бы, да, и мне нужен зал в Риге тяжелоатлетический, я столкнулся с тем, что я не могу найти зал тяжелой атлетики вообще где-то, ну, в других точках мира, так мы это назовем, да, вроде Рига недалеко, Европа, как бы, рядышком, да, я не мог найти, я писал достаточно знаменитым людям, да, которые имеют большой вес в области, да, там, в регионе в этом, да, я писал им... Давай озвучим, пусть им будет стыдно. Нет, пусть им не будет стыдно. Нет, подожди, ну, это же было, ты же говорил, кто стыдно. Да, скриншоты могу скинуть. Нет, нет, ну, это же, ты же не просил что-то там сверхъестественное, ты же просил... Просто хотя бы адрес сказать. Нет, подожди, ты просил не помочь тебе, то есть ты не заставлял человеку суетиться, сделать тебе что-то, ты просил просто информацию. Ну, да, ну, может быть, это время его было, которое он должен был уделить, отвечая мне на сообщение. Ну, это бред, ты же... Ну, как бы, да, я писал, я изначально написал врашивать лифтинг, да, ссылка вот здесь будет, вот, писал врашивать лифтинг ребятам, да, и они мне сказали, что можно написать президенту, президент у них, по-моему, ищербатик был, если бы, не знаю, был, есть. Ну, я слышал, да, да, да. Вот, как бы, вот. Можно написать ему, найди ему в инстаграме, я как бы начал искать, не нашел, мне они скинули его ссылку, ссылку на него в инстаграме я написал, как бы безответно, просто написал в никуда, как бы, ответа я никакого не получил, в принципе, да. Затем мне написал, они мне говорят, но они тоже, они даже опубликовали в сториз, что вот нужен зал, там, может, кто-то знает, подскажет, потому что на наш аккаунт врашивает лифтинг, да, подписано очень много людей из разного там уголков мира, да, он был. И получается, что начали думать, они мне говорят, напиши Кохи, Ребекки. Ну, я думаю, ну, давай напишу Кохи, как бы, да, вроде бы не какая-то там суперзвезда, как бы, да, ну, что, юниорка была на туалет. Но нам в тебе не может быть, хотя бы подсказать. Не-не, это понятно, что мы начинаем ставить акцент, приоритеты тем людям, которые, как бы, которых мы знаем, а это, соответственно, уже, ну, мировой какой-то уровень должен быть, да, у них. Мы, я написал Кохи, тоже в никуда, потом я написал парню, сейчас он выступает в 89-й категории, вот он, 205, там, толкали. А, ну, он вместе с ней взялись. Да, 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 я забыл, как его зовут, у меня, Сухарис. Да, 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 да. Вот, вот. Я ему написал, он мне ответил, он мне ответил, да, они в Риге не тренируются, он говорит, я даже не могу тебя сориентировать, они в других регионах, как бы, находятся. Вот ему я написал, как бы, он мне ответил, сказал, я попробую, поспрашиваю, ребят, ну, не факт. Но я понимаю, прекрасно, это то же самое, что человек, к примеру, мне напишет, он едет там откуда-нибудь, там, я не знаю, откуда угодно, да, там, из Чехословакии, к примеру, он едет и пишет, мне там, я еду в Воронеж, там, ты не знаешь там никого, конечно, мне будет сложно найти, да, так же ему было сложно найти, но я потом просто вышел на Кроссфитзал, какой-то, который мне был по локации более-менее удобен, я даже, вплоть до того, что я под зал, выбирал себе локацию, для того, чтобы жить, чтобы я мог, потому что у меня оставалось там три тренировки, одна тренировка двухразовая, одна тренировка разовая, то есть я даже готов был взять, то есть весь отдых подстраивал под тренировки, то есть я готов даже взять был локацию гостиницы ближе к залу, для того, чтобы я успел в зал, в зал, то есть утренняя тренировка в зал, потом поехал погулял, потом снова в зал, как бы потом обратно приехал, да, вот, и соответственно, получилось так, что, ну ничего, никого я не нашел, то есть из звезд, мне в принципе ответил Тоха Сухарис, да, и то, он не какая-то звезда, супер там, какого-то мирового, чтобы даун, отличный атлет, то есть я лично даже с ним не знаком, он просто мне ответил, там уделил там 15 минут, это не так много, и не так дорого это стоит, да, видимо, он мне уделил, зато люди, которые отвечают за развитие тяжелой атлетики в их регионе, они молчат, и получается, что я нашел кроссфит зал, я договорился с ребятами, они сказали, приезжай, там сколько-то там евро стоило посещение, я договорился с ними, приехал туда, а это прям вот, вот прям 30-е число образно, то есть, да, ну все уже, 30-е число, это все уже ничего не делают образно, у них тренировки там идут, я зашел к ним, поздоровался, они говорят, да, да, я спросил, где можно, они мне сориентировали, вот здесь у тебя, к примеру, раздевалка, вот там помост, я говорю, мне нужно будет побросать, как бы штаб, я начал тренироваться, и они подошли и начали смотреть, они просто смотрели, как я тренируюсь, затем они попросили, можно нам с тобой сфоткаться, я говорю, конечно, без проблем, они со мной сфоткались, и они мне просто сказали, все, все, тренировка как бы вообще не оплачивается, тренируйся, то есть они уважение, то есть как и мы все занимаемся, ты сейчас медаль, да, и кубки такие красивые, а раньше же не было такого, раньше были медальки, грамотки, да, раньше вообще только грамотки были, медали не было, да, то есть когда люди у нас спрашивают, а ты вот там получаешь деньги, да, то есть чистого почета, уважения, все, вот на этом, грубо говоря, и основа на тогда занятиях, олимпийскими видами спорта, то есть да, я не беру игровые виды спорта, там, бокс, там, более, которые коммерческие, да, вот, я позанимался, они прям такие были водушевлены, то есть да, я спросил, во сколько вечером можно прийти, они мне сказали, во сколько бы тебе было удобно, я им сказал, дал время, без проблем, приходи, мы будем здесь, они под меня открыли зал, я позанимался, то есть да, все, новый год, грубо говоря, он мне прошел, там, вот я в зале, ну и брики соответственно, потом приехали, потом уехали на Кубок России, поступали и так далее, затем, и вот, это одна сторона медали, да, и вот вторая сторона медали, я ездил в Дубай на отдых, не помню какие, ну тоже в преддверии, каких-то там соревнований, да, было это, ездили туда, то есть за границу, да, и получилось так, что опять мне нужен зал, мне нужно заниматься где-то, и получилось так, что я начал искать, мы начали искать кроссфит-залы, и они получаются вроде бы есть, а по факту в день прилета, я сразу же пошел искать место, потому что у нас день прилета был суббота-вечер, соответственно, у меня был один день воскресенья, чтобы найти зал, чтобы с понедельника уже начать тренировки, там у меня тоже были двухразовые тренировки, или там, ну что-то такое, вот такой дни там, несколько дней, нет, даже это было, это был, наверное, вторник, среда, в четверг, наверное, мы прилетели, и пятница, суббота у меня оставались тренировочные дни, начал искать, в зал пришли, а он там закрыт, к примеру, в другой зал пришли, там, кроссфит-зал, то есть, да, пришли там ценник, там, на наши деньги, если переводить порядка, там, ну, трех с половиной тысяч, четырех тысяч стоит просто посещение зала, в определенный промежуток времени, то есть, это не то, что я заплатил, и пришел там утром, потренировался, и вечером, да, то есть, это одна тренировочная сессия стоит, я как бы понимал, что Абу-Даби, Дубай вообще, ну, вообще, арабские эмираты дорогие, но не думал, что настолько, посмотрел, ну, как бы нет, тоже не подходит, затем я просто взял гугл, и вбил, там, white lifting, там, джин, там, и так далее, да, меня навели, навело на зал, навигатор навел на зал, он находился вообще не рядом, на машине 10 минут, на общественном транспорте, два с половиной часа, и то, там, еще пешком идти, там, такие места, прям, пипец, вот, в итоге, значит, я взял машину в аренду, и поехал в зал, приехал в зал, а это, короче, сертифицированный зал, и лейка, зал называется, десерт барбел, он у меня есть подписка, тоже как бы, поэтому, если кто-то будет в Дубае, то есть, без проблем туда можно приехать, как бы, зайти и потренироваться, пообщаться с людьми, вот, кстати, ничего, что я смотрю вообще, не в камеру, а вот сюда на тебя, ну, ты же сам разговариваешь, ну, мало ли, тебя же не видно, наверное, это в камере, но все же понимают, мы же с тобой здесь общаемся, ты можешь сюда стульчик поставить, а меня все равно не будет видеть, а, ну, тогда все, тогда стой, ну, говори, говори, про Дубае, вот, а то я там не был, и получается, что, приехал в зал, с минимальным знанием на себя, вытяни ручку, не, толкни просто спинку, да, с минимальным знанием, получается, что с минимальным знанием английского языка, да, ну, а что у нас, железо, мы своей техникой, только можно, в принципе, и показывать, то мы есть на самом деле, по сути, да, с помощью, вот, общение с железом, да, и получается, что, я начал общаться со старшим тренером, бородав такой, может, не помню, какой он зовут, вот, он говорит, да, без проблем, занимайся, там, сколько-то там, получалось на наши деньги, там, полторы тысячи стоила тренировка, без проблем, я готов оплатить, типа, могу приехать, да, да, без проблем, я начал тренироваться, я не такие, типа, крутая техника, классно у тебя получается, типа, тренируйся, и опять же, по итогу, это было бесплатно, то есть, я готов отдать деньги, да, но они видят, что перед ними, в принципе, атлет, да, и атлет, как бы, ну, я не могу сказать, что там, вау, высокого уровня, да, ну, и к среднему уровню, я себе не могу принести, как бы, да, атлет определенного уровня, так мы это назовем, да, с определенными техническими, там, ошибками, да, можно назвать профессиональным спортсменом. Вот это самое хорошее. Спортсмен, который живет, профессиональный спортсмен, пусть будет вот так, вот, что я профессиональный спортсмен, И они, видя это, понимают, что они сопоставляют на себя это все, мне кажется. Они примеряют на себя это все. И они понимают, что, да ладно, почему я должен с него брать деньги? Как бы это разовая акция, я не постоянно туда прихожу. То есть это просто я проезжал мимо образно, приехал отдыхать, либо еще что-то. Я просто зашел потренироваться. Им самим как бы приятно. Ну, расскажу об этом дальше. Вот, и получается так, что я одну тренировку делаю, и следующая у меня двухразовая тренировка утром и вечером. И я у них спрашиваю, как быть? Они мне говорят, к сожалению, завтра у нас соревнования по пауэрлифтингу. И, увы, ну, очень сложно будет позаниматься тебе днем. Я говорю, я готов в любое время, скажите, в какой, то есть я приеду. У нас там разница с ними, там есть определено, там, по-моему, часов 5, или что-то такое. Или 2 часа, или 3 часа, что-то такое. Вот. Не скажу точно, ну, там можно сориентироваться. И получается, что они говорят, хорошо, я говорю, я готов даже в 7. А, 3 часа, по-моему, разница. Я говорю, я готов даже в 7 часов приехать, как бы, в утро и позаниматься. Они такие, без проблем. Ну, а в 7 по их, а по-нашему это было там в 4-5. То есть я готов. Они такие, хорошо, все. Они посовещались и сказали, да, я могу приехать. То есть они под меня утром приехали, открыли зал. Ну, потихоньку начали перед соревнованиями готовиться. А я в углу тренировался в стороночке. Вот, я позанимался, говорю, мне еще вечером. Они говорят, приезжай, ближе к 9 и позанимаешься вечером. Я говорю, хорошо. Вот, я утром позанимался. И вечером, приехав вечером, да, зашел в раздевалку я. И меня в раздевалке встречает невысокий такой атлет, такой спортивный весь, наверное, категории там 77 какой-нибудь. Такой крепенький, невысокого роста. Такой привет, такой мне на английском. Привет. Ну, я как бы не особо владею языком, поэтому не будешь с ним там болтать о чем-то, да. Он такой, ты тот самый русский штангист, да, я говорю, русский атлет. Я говорю, ну да. Он такой, ты утром два раза тренируешься, да, типа утром и вечером. Я говорю, ну да, он такой, круто вообще. И пошел дальше. Заходя в зал, я шел в штангетках, ну то есть я шел в тренировочной форме, да, и я ощущал на себе взгляды людей, которые находились в зале. То есть слух уже прошел, что есть какой-то штангист, который приезжает и тренируется, хотя я был только один раз. Я приехал туда, занял сразу же какой-то в стороночке помост, ну как это обычно у нас и бывает, кто-то, в принципе, скромный ребята, да. Занимаем так, чтобы никому не мешать. Возьмем себе свое оборудование и спокойненько работаем. Я находился уже в стороночке, все, людей было много, там соревнования попал в лифтинг, все кричат, шипят, там, то есть прям вообще эмоции у всех. И ко мне подходит просто огромный человек, просто, я ему по плечу, у меня в инстаграме есть видео, то есть я вот реально с ним, когда рядом стоял, я ему по плечу. Он огромного роста, у него огромные руки, ну он просто огромный, да. Он подходит, протягивает мне руку, привет, меня зовут Штефан, я говорю, привет, меня Владимир, он такой, я из Сербии, здесь работаю, я слышал, что ты штангист, могу ли я посмотреть твою тренировку? Для меня это было так новое, я говорю, да конечно, вот такой, все хорошо, я тебе не буду мешать, я просто буду смотреть, я говорю, да без проблем. Он сел сбоку, собрал еще с собой двоих человек, как раз Юрия, это, как оказалось, его брат, двоюродный, наверное, не знаю, Юрия и еще девушка Юрия. И они сели вот прям сбоку и смотрели, как я тренируюсь. По ходу дела какие-то вопросики мне задавали, у нас было общение построено на ломаном английском, перемешку с русским и сербским. Они, у нас сербский и русский, они чуть-чуть такие созвучные, да, и мы вот так вот понимали друг друга. Вот, посмотрел всю мою тренировку, прям, прям круто, так классно, то есть, да, с ним поболтали об ошибках, то есть, да, он тренировался онлайн, и с Васей Половниковым он тренировался, то есть, он попробовал каких-то атлетов наших онлайн, то есть, онлайн тренировки, но как-то ему не зашло. И он мне предложил в этот же вечер, говорит, приезжай ко мне, говорит, завтра, у тебя есть завтра тренировка? Я говорю, есть, мне как раз нужно, здесь соревнования. Он говорит, приезжай ко мне завтра, говорит, в Абу-Даби, и мы с тобой потренируемся, я тебя приглашаю к себе в зал. Я говорю, блин, клевое предложение, конечно же, я приеду, я не откажусь. И я вот утром встал с Дубаи, поехал в Абу-Даби. Мы тренировались на 78-м этаже, у нас были панорамные окна, полок. А всего сколько там? Ну, там какие-то большие, может, полок. То есть, одно из вот этих грандиозных зданий, да, которые нам показывают? Не, не, пока, не, там все такие здания. А все там? Там все такие здания, там нет каких-то там пятиэтажек, там и так далее. Там все здания очень высокие, вот. То есть, им, наверное, проще построить вот на одном, в таком квадратнометрию здание вверх, чем в ширину, как у нас. Вот. И получается, что я вот занимался у него. Мы с ним прям очень законтачили, очень хорошо. Вплоть до того, что однажды я вот в прошлом году просто попросил у него помощи, говорю, я вот хочу приехать, помоги мне найти там жилье. Я хочу приехать, вот там отдохнуть, там с ребенком будем. Он говорит, мы с тобой, братья, по железу. Вот тебе ключи от моих апартаментов. Я уезжаю на это время домой в Сербию. Ты можешь жить у меня. И я просто жил у него дома. Человек, то есть, мы видели с ним два раза всего, да. Мы с ним переписывались, общаемся настолько, поскольку получается, да, то есть, и он мне просто отдал ключи от своего жилья, а я жил у него. То есть, вот настолько вот сплочает, да, это все. Плюс там ребят, еще некоторых я познакомился с некоторыми ребятами, то есть, вот там, тренировал я их, там, подсказал что-то, как-то. То есть, ну, очень прикольно, очень классно, да. По России то же самое, вот, мне нужно было, я ездил в Адлер, это было года четыре, может, назад, в Адлер ездил я, да. Мне тоже нужен был зал, мы готовились к ЦФО, мне нужен был зал, где заниматься. То есть, еду в Адлер, там в душе не знаю, что там, где там, как там. Я позвонил Михаилу Бесову, вот, и он мне помог найти зал, он мне помог найти зал, мы даже сделали официальное письмо от Московской области, что я приеду в зал, я приехал в зал, дал письмо директору спортшколы, и также они открывали зал под меня. Это вот зал, где чистится Яркин, вот этот вот зал, вот там, прям, он, получается, в центре Андрея находился. То есть, все, там тоже так же тренировались. То есть, и поэтому, если кто-то хочет приехать, вот он мимо едет, да, вот он хочет заехать попробовать, да, либо еще что-то, да, без проблем. Приезжайте, правил сложных никаких нет, порядок, и все будет хорошо. То есть, все, это нормально, это хорошо, как бы, я считаю, что, наоборот, если кто-то приедет, захочет, да, пусть он приедет. Мне скрывать здесь нечего, как бы, зал достойный, пусть посмотрят, как бы, потом пообсуждают, глядишь, нет-нет, там, брат, сестра, там, сват, еще кто-то живет в этом районе, будут, начнут ходить. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок